Владимир Савельев. Бизнес, статистика и котики. Глава первая. Зачем статистика бизнесу? Представьте, что вы директор завода по производству кормов для котиков. У вас на столе две новейшие разработки. Первая — корм со вкусом солёных огурчиков. Вторая — корм со вкусом болгарского перца. Денег немного, производить можно что-то одно. Что из этого выбрать? Можно выбрать корм, который вам больше нравится. Но не факт, что котикам он понравится тоже. Можно кинуть монетку или положиться на интуицию. Но в этих случаях высок риск ошибиться. А в бизнесе это значит потерять деньги. Не угадали вкусы котиков? Закупили ароматизаторов и вкусовых добавок на миллионы? А корм не продаётся? И вот вы в убытке. Снизить риск ошибки можно, если узнать, что нравится котикам. Чтобы это сделать, нужно провести исследование. Исследование, в общем случае, комплекс мероприятий для получения достоверных знаний. Как правило, исследованиями занимаются специальные сотрудники. Их называют исследователями или аналитиками. Вы можете поставить задачу такому исследователю. Он узнает, какие карма нравятся котикам и расскажет вам. И тогда вы сможете принять хорошее решение. Работа исследователя состоит из четырёх этапов. Первый. Исследователь ставит цели и решает, как именно он будет проводить исследование. Также он находит нужные ресурсы. Деньги, людей, оборудование. Это этап подготовки исследования. Второй. Затем он собирает данные. Например, проводит опрос среди котиков. Или выпускает пробные партии кормов и смотрит, как они продаются. Или читает результаты схожих исследований. Третий. Как только он соберёт достаточно данных, он садится за их обработку. Четвёртый. После обработки данных он оформляет результаты исследования в виде отчётов и презентаций. Статистика в основном нужна на этапе обработки данных и чуть-чуть при подготовке исследования. В большинстве случаев без неё нельзя быть уверенным в достоверности полученных результатов. Почему так? Поговорим в следующей главе. Итак, подведём итоги. Первое. Статистика. Инструмент для проведения исследований. Второе. Исследования нужны для получения достоверных знаний. Третье. Достоверные знания нужны, чтобы принимать правильные решения. Четвёртое. Правильные решения ведут к процветанию бизнеса. Глава вторая. Выборка и генеральная совокупность. Предположим, мы проводим маркетинговые исследования, чтобы определить, какой корм нравится котикам. С перцем или с огурчиками. На первый взгляд всё просто. Возьмём группу котиков, дадим им попробовать оба варианта, попросим оценить каждый по десятибальной шкале. Ноль — отвратительно, десять — восхитительно. Посчитаем средний балл по каждому варианту. Кажется очевидным, что корм с наивысшим средним баллом больше нравится котикам, и именно его надо производить. Но действительно ли это так? Давайте разбираться. Вспомним, что наша цель — выбрать вариант, который нравится котикам. И мы хотим, чтобы результат был верен для всех существующих котиков. Все котики представляют собой генеральную совокупность. Однако опросить всех котиков нереально, и их слишком много. Поэтому для исследования мы берём их небольшую часть — выборку. Генеральная совокупность — все объекты, о которых мы хотим получить некоторое знание. Выборка — часть генеральной совокупности, на которой мы проводим исследования с целью получить это знание. Итак, мы проводим исследования на выборке, а затем переносим его результаты на генеральную совокупность. Собственно, статистические методы помогают сделать это правильно. Но чтобы они работали, выборка должна соответствовать двум требованиям. Начнём с того, что выборка должна быть похожа на генеральную совокупность. Степень похожести называется репрезентативностью. Репрезентативность — соответствие характеристик выборки и генеральной совокупности. Если генеральная совокупность — котики, живущие в России, то некорректно выбирать выборку из котиков, живущих во Франции. У французских котиков могут быть особые вкусовые предпочтения, разительно отличающиеся от российских. Также плохо выбирать выборку только из котиков, живущих в Нижнем Тагиле. Тагильская специфика может быть нехарактерной для всей России. К слову, подобная ситуация возникает, когда исследователи не хотят напрягаться и отбирают тех, кто находится под рукой. Такие выборки называют удобными. Христоматийный пример удобной выборки — психологическое исследование, проведённое на студентах-психологах. Невероятное число знаний было получено из этого неисчерпаемого источника. К сожалению, авторы не имеют привычки оговаривать, что полученные ими результаты нельзя распространять ни на кого, кроме этих самых студентов. Таким образом, если ваша генеральная совокупность — котики по всей России, то выборка должна делиться по всей России. А если вы хотите распространить выводы на весь мир, то и выборку набираете со всего мира. Кроме того, котиков нужно выбирать случайным образом.